На улице с четырехмесячным сыном Светлана Сухаченко выходит ежедневно. От дома до детской площадки, где обычно прогуливается молодая мама, не более 70 метров. Вот только это расстояние в последние дни преодолевается с трудом. Причина – налить и снег на тротуарах. В дневное время все это превращается в грязную кашу. С коляской неудобно ездить из-за того, что лед. Ее каждый раз приходится поднимать, чтобы объехать. В общем, неудобно. Ну и с машинами тоже. Дорогу никто практически не уступает. Подобную картину сейчас можно наблюдать во многих дворах Иркутска. Если зимой по утоптанному снегу еще можно хоть как-то безопасно передвигаться, то с приходом весны количество падений и травм возле домов увеличивается. Внутри дворовой территории находятся в ведомстве коммунальщиков. Поэтому чистить и убирать тротуары должны они. Недалеко от места, где гуляет Светлана Сухаченко, расположен другой двор. И за ним следит уже другая управляющая компания. Здесь картина противоположная. Снег убирается регулярно, процесс отлажен. Но со временем возникают некоторые проблемы. Днем тепло, вечером уже начинает быть прохладно, крыши тают, бежит вода и образуется наледь. Поэтому приходится вовремя, чтобы уже жители утром вышли на работу подсыпать. А днем, пока жители наоборот на работе, пришлось вот это место, лед этот, выдолбить. Чаще всего для уборки наледи на тротуарах представители управляющих компаний нанимают подрядчиков. В случае, если они не справляются со своими обязанностями, сами коммунальщики могут наложить штраф. Сумма порой достигает 100 тысяч рублей. Впрочем, до штрафов доходит редко. Как правило, проблема сама исчезает под лучами весеннего солнца. Иван Занько, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.